всем привет с вами проект soul finder и сегодня у нас снова красная коробка в студии и это кроссовки new balance вообще-то для баскетбола тут wxy версия 4 почему нужно смотреть это видео не обязательно но если вы уж решили вот ссылка на первые new balance которые обсуждали в прошлом месяце которые имеют важное значение в контексте с этой парой точнее она стой в общем все слишком сложно и сегодня у нас будет сравнительный выпуск я не очень люблю сравнительные выпуски потому что это когда модель не интересно или они просто нечего сказать сегодня у нас такой сложный симбиоз кроссовок new balance который в целом ну похоже друг на друга и про них нечего сказать потому что предыдущее видео на которое я указал уже многое осветило поэтому в комбинации плюс сегодня будут снимки на паркете съемки на паркете и вы уже сможете какое-то свое общее мнение сложить не столько о кроссовках new balance сколько о текущем векторе бренда new balance и исключением конечно являются кого и 4 они уже вышли за рамки вот этой вот угловатости бренда мы кстати я кстати мы кстати ищем их для рубрики вам кроссы нам контент они пока доступны кого и только в штатах но мы готовы взять на себя все расходы по доставке этих кроссовок россии вы оплачиваете только кого и 4 мы их привозим снимаем видосик а потом мы их отправляем вам по россии на пользу них нет но пользу ну богат на какие-то другие баскетбольные new balance и можете перейти в приложение пользу посмотреть если что заинтересует мы с удовольствием привезем но на каких-нибудь обычных базовых условиях и так кому все же лень смотреть предыдущее видео я скажу я ждал кроссовки new balance вот эти мне они очень понравились у них классная система амортизации была на мой взгляд я заказал такие же но как бы системы амортизации по всей длине столкнулся с тем что здесь жесткий полиуретан он закрывает всю эту амортизацию и в общем я расстроился и салатовая пара должна была приехать кириллу на теста то есть я должен был про нее рассказать что-то а потом отдать кириллу на тест и было все согласовано но в общем тест затягиваются у кирилла нет времени по рабочим моментам соответственно обзоров нет и не балансы решили выкинуть из этой сетки и поэтому сегодня я буду на паркете сравнивать их с данной моделькой и это пена биби фреш фон пока я разработка не баланса которая используется использовалась до баскетбола на беговых моделях и беговые модели были с очень высокими оценками в общем та же самая пена биби фреш фон по всей длине по всей высоте и без вот такого жесткого каркаса я их магазинах видел еще там пару-тройку лет назад и в общем они вызывали такой интерес у меня а потом я увидел как один из обзорщиков с удовольствием мнет вот эту пенку сзади спереди немножко другой материал казалось мне и мне это так понравилось что я в общем заразил кирилла и вот они приехали и сегодня я покажу вам на видео как ведут себя обе пары на паркете эти обе пары выставлены на продажу если интересно обе девять с половиной я их на десятку юс найковскую надел на свою ногу и в общем мне кажется что они и на десятку подходят и сегодня я сейчас расскажу детальнее о материалах этих об этих кроссах можете посмотреть предыдущее видео оно было не так давно и после этого паркет а потом выводы и так что у нас по wxy 4 версия то есть четыре года подряд нам презентуют баскетбольную линейку и и конечно нельзя назвать типа гиперданковской но четыре цикла это уже очень долго и они достаточно популярны в nba хотя на мой взгляд дизайн у всех моделей но на любителя они не захватят рынок и в отличие от bb fresh foam wxy это все же такие достаточно низкие кроссовки у них здесь большая выемка не очень длинная шнуровка и они подойдут ну наверное для схожих позиций игровых хотя те можно использовать даже центровым которые по классике староверы любят высокие кроссовки которые просто защищают ногу эти же немножко отличаются но не так уж сильно амортизация тут может сыграть свою роль об этом позже и так кроссовки выполнены из комбинации текстильно синтетических материалов носовая часть полностью синтетическое плетение посмотрите такое хорошее сто процентов вентилируемая будет вопросов эффективности остается открытым носовая часть большой палец а также с внешней стороны где максимальная нагрузка это запаянные элементы протектор выходит сбоку немного на вертикальную грань кроссовок соответственно у вас будет сцепление чуть лучше казалось бы а с внешней стороны у нас имеется аутриггер и достаточно неплохой выступающий примерно на сантиметр от вертикали стопы здесь у нас есть резиновая подметка я думаю вы видите разницу в салатовости цветов но при этом пена все же мягкая и может немножко подворачиваться потому что при проминании пены в общем-то аутриггер не должен работать в нижней части шнуровки у нас есть такая казалось бы эластичная перемычка как было допустим на хардных третьих но нет это просто нейлоновая полоска с брендом такая же у нас верхней части и здесь вот выдавлен логотип new balance отраженный на материалах шнуровка нижняя петля сквозная здесь три туннельных еще две сквозных 6 петель ну в целом нормально с боковой стороны внутренней вы видите что материал то же самый тот же самый что и на передней части ну заема инженер тьмишь это такая синтетика хорошая современная для вентиляции комфорта гибкости и фиксации а с внешней стороны более жесткий материал напоминающий чем-то кордуру о которой мы совсем недавно говорили логотип заколовина не путать ни с чем это конечно шутка это не баланс но если мы смотрим на кроссовки заколовина который играет не балансах мы видим логотип казалось бы его а на самом деле бренда я думаю поэтому он и сделал свой выбор в ту сторону и база этих кроссовок это пена baby fresh form в передней части общем в задней части все примерно одинаково подошва у нас разделенные здесь два типа резины значит в основной точке в основной зоне сцепления это посмотрите протектор виде таких островков и он на оси соул с логотипом new balance а внешний мощный более мощный жесткий и имеет обладает елочкой обладает елочкой крупнокалиберный поэтому и асфальт возможно ему будет не очень страшно у нас здесь толстая достаточно пена палец уходит вглубь и здесь вы видите надпись fuel cell fuel cell это в общем энергетические ячейки те самые которые обеспечивают и сцепление и амортизацию потому что здесь вот в перекате вы видите эти fuel cell а и здесь на корпусе на пеноматериале то же самое что у них на сгиб нормально сопротивляются накручение сопротивляются поэтому 2 башмак предварительно расшнурованный не стоит забывать о том что внутри кроссовки когда я скручиваю всегда есть бумажка и эту бумажку я достаю на втором но на первом она остается и поэтому кручение и сгиб они не всегда четко показывают прям вот то самое естество но это и не важно когда они когда бумажки не сопротивляются и видно что кроссовки расхлябанные можно достать эту бумажку и показать более усиленный эффект но так как мы берем за основу с бумажкой то вы всегда видите примерно одну и ту же картину что выходит за рамки там уже можно и достать итак предварительно расшнурованный башмак на котором мы видим неплохой сапожок примерно на 55 60 процентов длины стопы здесь в язычке много набивного материала он неопреновый с двух сторон здесь он такой синтетический на ощупь не очень приятный в области пятки и косточки материал больше похож на такую базу базовую текстиль базовый текстиль набивной материал есть зоне ахилла но его достаточно мало миллиметра 3 может быть 5 но он проминается и не ощущается по сравнительному анализу этих кроссовок на паркете по посадке ну я могу сказать они на самом деле не особо сильно отличаются люверсы у нас металлическими штучками и обделены соответственно внутри у нас стелька хорошая высокий подъем арочный более-менее анатомическая не баланс мягкая фактурная и внутри подстелечная зона с вот таким прямоугольником прямоугольник похож конечно на баллончик зум но ничего не имеет общего с nike и материал достаточно нестандартный на камеру его не показать но он какой-то такой более бархатные я имею ввиду этой вот белой подложки самой больше ничего не показать нормальные швы ну это все же как бы такие более бюджетные кроссовки а сейчас друзья вы это вы ждали с прошлого видосик а видео на паркете и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В WXY кроссовки, конечно, намного мягче. Ощущается вот это проседание, продавливание. Оно очень приятное. Очень приятное ощущение. Но не настолько сильно отличается, как я себе это представлял. Да, визуально картинка другая. Но физически ощущения очень рядом. В принципе, кроссовки, обе пары, как я сказал уже, достаточно похожи друг на друга. Они близки по ощущениям. 9,5 US на обеих парах мне на десятку, на эковскую садятся отлично. Возможно, на тонкий носок я даже смог бы надеть девятку. Но это такие как бы разговоры в пользу бедных. А что я хочу добавить? Я хочу добавить вот этот фрагмент. Итак, вы видите, что у нас кроссовки на паркете салатовые не оставляли звука. Это было еще в первом фрагменте. А во втором фрагменте вы видите, что кроссовки оставляют салатовые полоски на нашем дорогущем паркете. Я за него заплатил 50 тысяч рублей за этот паркет. Благо, эта штука стирается не меламинкой, а просто пальцем скатывается вот эта вот резиновая крошка. Но, тем не менее, этот паркет, который с удовольствием соприкасается со всеми современными моделями, я их пробую, тестирую для себя, что-то для видео, этот паркет был опохаблен New Balance. Конечно, это не критично, но, тем не менее, имейте в виду, кроссовки 120 долларов, 140 долларов. А с вами был Серж, вы должны знать обо всем. Тестировать эту пару мы не будем. Если кто хочет купить, приобрести ее или вторую, пишите, пока они обе в наличии. До новых встреч!